Знак Акси это ведьмачий знак, является простейшей магией, впрочем, как и все знаки, и основан на элементе воды, хотя и имеет зеленую окраску, но его символ обозначает символ воды в алхимии. Знак Акси полезен как в диалогах, кстати, чтобы он работал в диалогах, его не обязательно вставлять в активную чайку, вроде бы, так и в бою. Он обладает достаточно мощным психотропным внушающим эффектом, действует на всех существ, кроме тех, которые обладают сильной волей, позволяет как ошеломить врага и вести его в транс, так и привлечь на свою сторону. Сегодня мы посмотрим билд, заточенный на использование Акси и максимально раскрывающий все его полезные свойства. Привет, ковбой! С вами Войс Ребус и просто канал об играх. Если опустить мою длинную сокрушающую триаду о том, что Акси не работает на противников более высокого уровня, которая была записана и составляла примерно 7 минут видеоряда, то мы сразу придем к самой интересной части. А именно, билд через Акси просто шикарен. Это то, чего мне не хватало в билде на фехтовальщика. Мы вводим врагов в транс, заходим к ним за спину и вырезаем за один сильный удар. Это просто потрясающе. При этом билд имеет огромную вариативность в выборе доспехов, оружия и скиллов с возможностью переделывания всего этого под себя. И что самое главное, это дает нам новый опыт боевого геймплея. Я расскажу, как это сделать, но давайте, чтобы было понимание, немного углубимся в теорию. Во-первых, у Акси две формы. Первая, при срабатывании вводит в некий транс, на какое-то время оставляя врага с опущенной головой. Именно этим я пользуюсь, чтобы зайти сразу за спину и уничтожить. При достаточно высоком показателе силы знаков, данная штука срабатывает всегда и очень долго держит в трансе. Вторая форма, контроль разума, который делает противника союзником, но срабатывает это не всегда. А если и срабатывает, то длится секунд 10 максимум. Так что толку нет. Да и накладывается эта форма так долго, что пока ты ее накладываешь, тебя уже убивают. Мне лично жалко активный слот использовать под это умение. Но ради забавы, конечно, можно и поразвлекаться. Выглядит довольно жестоко. Вспомните заклинание Империо. Но мы же в конце концов в игре. Аксий не самодостаточен. Сам по себе он не может убить врага. А если и получится использовать технику марионетки, то все равно остается последний враг, которого нужно как-то добить. Потому без использования и прокачки навыков на мечи никак. Все тесты я проводил в фулл магической сборке, которой мы касались в прошлых видео. Сейчас я покажу, что можно собрать под гибридный билд, который я показывал в самом начале. Во-первых, берем мутацию Эйфория. Она дает нам силу атаки и силу знаков при высоких показателях интоксикации. Чтобы она работала эффективно, берем два навыка из алхимии. Повышенная сопротивляемость и приобретенная стойкость. Обязательно ставим синергию для усиления мутагенов. И можно в уме запомнить убийственный кураж. Из знаков берем всю линейку Аксия. Без второй формы марионетки. Первый навык Обман. Это наш стан. Плюс мощь Аксия. И контроль, который всегда автоматически применяет Аксий на двух противников. Если очков умения на взятие в силе линейки не хватает, учитывая целую кучу неиспользуемых навыков, то берите на что хватит. С уклоном, конечно же, на Аксий. Кстати, насчет скилла контроль. Он странный. И не всегда работает. По идее, он должен захватывать двух врагов всегда, судя по описанию. Но по факту делает это совершенно рандомно. Еще нам нужно усилить атаку. Для этого берем два первых скилла из фиктования на быстрые или мощные удары, завершая их вихрем или, соответственно, разрывом. Если вы оперируете сильными ударами, как и я, то запоминайте четвертый скилл Хлипкое оружие. Итак, у нас осталось три обычных незанятых ячейки и несколько дополнительных от мутаций. Я бы посоветовал взять четыре навыка из желтой линейки в виде управления гневом и выброса адреналина, чтобы использовать знаки за очки адреналина и повышать его имя. Также контроль метаболизма для дополнительного уровня интоксикации и, соответственно, технику школы брони, которую вы используете. Если остались еще ячейки, то можно взять, например, решительность, лезвие бритвы или навыки, которые мы ранее с вами запоминали. Теперь про мутагены. Красный, соответственно, красным навыкам, зеленый к зеленой, синий, как ни странно, к синим. На оставшуюся ячейку я вешаю красный мутаген, вне зависимости от того, сколько на нем красных навыков. С этим разобрались. Теперь про броню и оружие. Скажу так. Ну, честно. Берите, что хотите. К этому билду, например, идеально подойдет сет волка. Бонусы от средней брони к энергии и силе знаков, плюс бонусы самой брони на все. Идеально. Сам по себе билд самодостаточен. У него достаточно и атаки, и силы знаков, чтобы быть самому по себе. Поэтому можете брать как кота, так и медведя. Но лично я бы, наверное, остановился на таком варианте. Мечи грифона. Плюс одна сетова вещь из этой же школы грифона, например, сапоги. Плюс перчатки нельгарской армии. Плюс штаны новолуния. И закрепляем все это тело мантикора. Итого мы имеем бонус от первых трех сетовых вещей грифона и двойное применение знаков. Плюс сила и шанс крита от остальных доспехов. Вот теперь он по-настоящему идеален. Из отваров я бы брал водную бабу, доплера, древнего лешего и альгуля. Но тут на самом деле смотрите сами. Можно усилить атаку как для билдов на мечника, или усилить как на мага на силу знаков. Из зачарований на оружие я бы поставил или воодушевление на атаку, или наполнение на наполнение клинка магии знака. Я, кстати, не знаю, что дают наполненные силой знаков клинки. Ребята, кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я возьму наполнение заодно и проверю, что он дает. На броню что угодно. Владение на небольшое усиление силы знака, или на изменение типов доспехов, или в конце концов отражение на защиту от стрел. Очень удобно, кстати. Смотрите по своему стилю боя. Точно сказать не могу, лично я беру владение. Ну, теперь все. Билд готов, мобы станутся и убиваются. Круто же! Что могу сказать в итоге? Лично для меня данный билд плох тем, что он не работает на противников на 20-30 уровней выше. Но я понимаю, что он и не должен. А то, что я страдаю такой хернёй, это лично мои загоны. С другой стороны, применение навыка на врагах моего уровня очень забавное. Ты, по сути, не крутишься в безумном танце, боясь, что тебя зацепят и убьют. Ты не медитативно ждёшь, пока сгорят твои враги. Ты просто берёшь и контролируешь схватку, предварительно введя всех в состояние сна и иллюзорного покоя. На самом деле это действительно необычно. Ну, на этом всё. Видео заслужило лайк, а я подписки на канал. Первое видео из цикла билдов на магов сделано. Пишите свои впечатления и пожелания в комментариях. И, конечно же, если у вас есть собственный взгляд на билд через аксий, то с удовольствием почитаю его и учту при построении будущих билдов. А я пошёл готовить мясо на открытом огне с помощью знака Игния. Спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео. И на этом всё. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok